Первый вице-губернатор Лидия Смолина дала оценку действиям управляющих компаний, задравших в январе плату за ОДН. Всего 19 управляющих организаций из более чем полутора сотен действующих в области приняли решение начислять плату за ОДН не по фактическим показаниям, а по нормативу. И по мнению Лидии Смолиной, двигало ими авантюрное желание посмотреть, а что будет, если влепить по максимуму. Я так думаю, мое личное мнение, что многие управляющие компании, мы их знаем, встречала с директорами, ну так если сказать языком простым, надеялись, что прокатит. То есть вот мы выставили по предельнику, ну нам же его утвердили, ну если пройдет, значит пройдет. Не прошло, потому что правильно возмущаются жители, мы не понимаем, почему мы платили в общедомовых нуждах там по 50 рублей на электро... А сейчас 300. А сейчас 300, а что случилось? В принципе ничего не поменялось. Ну такой вот нехорошая ситуация, но хотелось бы единственное, что сказать, что ну к сожалению такая ситуация везде в стране. То есть она не только по Владимирской области. Также первый вице-губернатор сообщила, что со всеми пошутившими над жителями-управляшками проведена разъяснительная работа, им помогли произвести все расчеты. Результаты владимирцы должны увидеть в февральской квитанции. Показательно, что подавляющее большинство управляшек-экспериментаторов работают в областном центре. Из этих 13 управляющих компаний, на которые по предельнику применили, практически 11 – это управляющие компании города Владимира. То есть услышали, нас услышала вся область и по среднему нормативу рассчитали. Вот только не услышали почему-то в городе Владимире. Конечно, здесь есть и недоработка местных властей, я так считаю. Продолжение следует...